Здравствуйте, меня зовут Самойленка Наталья. Во-первых, я хотела поблагодарить и сказать огромное спасибо всем, кто нас смотрит и комментирует. Спасибо, что эти два года вы оставались с нами, даже несмотря на наше двухмесячное молчание. Спасибо за поддержку идеи с вебинарами. Мы сейчас поработаем над технической частью и выложим расписание. Но по вебинарам хотелось бы понимать, когда вам будет удобно. Выходные или будни, утро или вечер. Ну и, соответственно, продолжительность, потому что мы о растениях можем говорить целыми сутками. Где-то здесь должна быть ссылка на опрос. Отдельное спасибо тем, кто откликнулся и прислал список тем для будущих сюжетов. Только на их обработку у нас ушло два дня. По моим прикидкам, года на три хватит точно. Но если вам придет в голову что-то еще, обязательно пишите. Скажу сразу, что есть ряд тем, в которых я не очень сильна. К примеру, что касается планировки и составления композиций. Не могу сказать, что я аспорозом. И если по посадке агротехники я могу помочь, то разобраться в многообразии сортов, увы, помочь не смогу. Но мы сейчас активно ведем переговоры с людьми, которые готовы поделиться своим опытом. И мы очень надеемся, что в скором времени вы увидите новые сады и, возможно, даже новых ведущих на канале. Буквально несколько слов о планах на ближайший год. Планы, надо сказать, наполеоновские. Мы немного расширим образовательную часть. И лекции, которые будут проходить у нас в садовом центре, постараемся транслировать в прямом эфире. А если вам понравятся лекторы, то их подключим к проекту вебинаров. Правда, вебинары, выложенные в сеть, не будут. Также выложим некоторые лекции в открытый доступ, которые мы снимали в прошлом и позапрошлом году. Помимо основной и неизменной рубрики о видах и сортах древесных растений, а они у нас сохранятся, обязательно сохранится рубрика «Великих ботаников». Мы расширим количество роликов об уходе за садом, сделаем рубрику «Коротких полезных советов». Продолжим рубрику «Мифы и легенды садоводства». Обязательно будем делать обзор интересных мероприятий, связанных с ландшафтной индустрией. Очень надеемся, что сможем познакомить вас с садами, которые делали не только профессионалы, но и любители. У нас запланировано несколько поездок в Прибалтику. В частности, мы собираемся в конце июня вместе с Покровским питомником в тур с очень романтическим названием «Розовый рай». И я напоминаю, что если вы готовы показать свой сад, а еще лучше и рассказать его историю, то пишите или звоните. И, возможно, следующий выпуск «Садовых героев» будет посвящен именно вам. Наш Дмитрий, или как его ласково называет одна из подписчиц, милый ушастик, возобновит рубрику «Очумелые ручки» и рассказывает о садовой технике. Очень надеюсь, что Татьяна возьмет на себя часть практических сюжетов. В общем, планов много. Мы очень хотим, чтобы вам с нами было интересно и не скучно. Но если вы ждете от нас какого-то готового решения или волшебной таблетки от всех болезней и проблем, то, к сожалению, на нашем канале вы их не найдете. И это не потому, что мы чего-то не знаем, хотя это действительно так, и всего знать невозможно. Или потому, что нам жалко поделиться своими знаниями. Вовсе нет. Просто не существует этой таблетки от всех болезней. И нет однозначной схемы посадки растений. Рассказывая о растениях, мы специально избегаем готовых решений. Я знаю, что многие сайты, специалисты или блогеры, говоря о посадке какой-либо культуры, говорят, что посадочная яма должна быть гигантской. Желательно метр на метр. Советуют мешать компост, торф и садовую землю. Или отправиться в лес за лесной подстилкой, давая готовые пропорции. К примеру, 50% дерновой земли, 20% торфа, 30% компоста или что-то в этом роде. Но ведь они не знают ваш регион, не вашу почву. Где-то это будет правильно, а где-то наоборот убьет растение. Рассказывая о растениях, мы стараемся дать жизненно необходимые характеристики. А уже основываясь на них, вы сами принимаете решение, нужна ли вам эта культура или нет. Поэтому мы так много говорим об естественном ареале растений. Обязательно останавливаемся на требованиях к освещению, к кислотности почвы, устойчивости к ветрам, морозы и зимостойкости. Наша задача дать вам информацию для самостоятельного анализа. Есть только два непреложных правила в садоводстве. Первое – сажаем зеленым вверх. И второе – если какое-либо действие у вас занимает много времени, значит вы что-то делаете неправильно. Если земля не копается, значит нужно остановиться и задумываться. А может так глубоко копать не надо? Нужна ли вообще в этом случае глубокая посадочная яма? Если кошение газона на трех сотках занимает полдня, значит опять что-то не то. В садоводстве нет готового рецепта, нет формул. Ни в одном учебнике вы не найдете готовое решение и ответ. Наш канал, каналы других блогеров, форумы, книги могут быть только подсказкой, но не панацеей. Здравый смысл, логическое мышление, наблюдение за растениями – это единственная живительная таблетка, которая существует. Мы пытаемся рассказать о том, что мы знаем, но мы с радостью послушаем и поучимся у вас. На одном из каналов увидела лозунг «С садоводой всех стран объединяйтесь». Я полностью согласна с автором. Объединяйтесь. Каждый из вас – садовый герой, а вместе мы – сила. На этом все. Еще раз спасибо. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч.